Эй, ты. Да, ты. Ты любишь зомби? Да не этих, блядь. А вот, например, вот таких. Так вот, сегодня на обозрении сборка от Desist Craft и, как по мне, лучшая зомби-сборка. А ещё я немного приболел и, возможно, вы будете слышать некие биологически-природные звуки, за которые я извиняюсь заранее. Так, ну-ка, чё у нас тут? Сколько, блядь? Да вы шо? Совсем, что ли? Поехали. Для начала создаём новый мир. Всё, как мы хотим. Творческие настройки мира, Ситис, всё понятно, всё тоже. Но здесь города можно не выбирать. Так вот, вот мы и загрузились. И в чём прикол? А прикол в том, что города, так скажем, вмонтированы в саму сборку. Можно даже не включать вот эти вот OnlySities. И плюсом является то, что города теперь не, ну так скажем, не такие однообразные, как были. Сейчас эти домики больше похожи на те же домики из Seven Days to Die. Они более, так скажем, оформлены. И если вообще вот в каждый заходить, здесь используются вообще из мода фурнитур, из инжиниринг, креет. В общем, очень много различных блоков. Можно вот даже сесть на толчок. Прикольно. Но это не то, что я на самом деле хочу показать. В общем, каждый дом, в принципе, имеет в себе какие-то ништяки. И вот, понятно, из разных модов. Здесь есть предметы из разных модов в сундуках. То есть, не только ванильные, понятное дело. Но и какие-то другие предметы. Города, так скажем, не прям большие. Но вам хватит этого на первое время. Ну и плюс, к тому же, нужно еще умудриться это все зачистить. Так, кривой домик, понятное дело. Здесь есть не только такие, так скажем, строения, но и какие-то отдельные. Я находил лично что-то типа банка и еще, я не знаю, еще какое-то другое строение. Вот какой-то другой дом. То есть, каждый дом, он имеет свою... О, сори. Ломился прям в толчок. Он имеет свою архитектуру какую-то собственную. Какие-то предметы можно у них здесь, так скажем, своровать. Так, вот. Что у нас тут есть? Водка, это нам надо. Тошнота, классно. Так, в общем, много различных предметов. Точно так же я пока не могу найти, но... Но-но-но. О, часы с кукушкой. Но здесь есть мод Create. И в данных домах вообще иногда появляются блоки из данного мода, чтобы, так скажем, облегчить вообще свое существование. Здесь больный шлем. Ладно, о домах поговорили, потому что я не буду слишком много времени уделять. Я сейчас рассказываю с учетом на то, то что сами по себе... Это что такое? Моды вы знаете. Я сейчас показываю именно... А, сборку данных модов. Я не увидел. Что? Что-то для карликов, что ли? Я таких просто не находил еще. Построек здесь очень много, самых различных. Я вкратце пробегусь по модам, которые здесь есть. Да, здесь есть паркур, или как-то так он называется, который вам позволяет творить вообще просто всякую дичь. И если вы с ним не знакомы, то советую ознакомиться именно с модом. Так. Так вот. Что у нас здесь есть? Поехали. Дейкаунтер. Это, понятное дело, календарь и другой календарь. Можно как-то? Я знаю, что они... Вот. Его можно повесить. И вот. Сегодня день нулевой. Выиграли ноль дней. Следующий день орды. День пятнадцатый. Здесь есть орда, которая будет к вам иногда приходить. Если вы ее попросите. Так. Рефайнед сторож. Это мод индустриальный. И завязан он на том, что вы будете хранить свои вообще предметы не в сундуках. Потому что здесь лута будет много. Очень много. И застраивать все здания сундуками, ну, будет как-то, так скажем, нелогично. И как минимум неудобно. Поэтому вы изучаете данный мод и храните. Здесь можно хранить и жидкости, и блоки, и предметы, и все-все-все. Поэтому, если вам нравится. Да, здесь много индустриальных модов. Поэтому нужно изучать. Точно так же. Как это? Cryfish Forniture. Sorry, за мой English very well. Понятное дело, все уже давно, наверное, слышали про этот мод. Потому что ему лет столько же, сколько и мне, блядь. Так. Cryfish точно так же. Gun mod. Это же от него. Так, по поводу оружия. Так. Это руководство по паркуру. По поводу оружия. Есть вот такой верстак. Так. Я его сейчас поставлю. Верстак. Здесь просто сразу нужно увидеть отличия. Где он? Ага. Вообще, он делается из бетона светло-серого. Так. Сейчас мы кое-что проверим. Просто есть шанс того, что этот крафт убрали. Так. Здесь есть несколько таких верстаков. Нам нужен светло-серый бетон. Светло-серый бетон. Вот он. Так. Если я не ошибаюсь, то крафт вот такой. Да. Входы убрали. Окей. Очень странно на самом деле. Я не знаю. Честно скажу. Я не знаю, где вот такие вот оружия найти. Изначально вот этот верстак можно скрафтить. Но я пытаюсь с него перейти. И Майнкрафт нахуй лагает. Нет. Не лагает. Я ошибся. Он вылетел. Классно. Так. Поехали дальше. В общем, с этим все понятно. Дальше у нас. Неймлессы стринкетс. Или же артефакты. Артефакты будут спавниться, я так понял, в каких-то данжах этого мира. И у каждого есть свои бафы. Возьмем случайный. Например, вот рефорджер. Хул джифт. Предметы со временем ремонтируются. Эти тринки надо носить на себе. Вот здесь вот. Вот я уже надел его. Такой вот. В общем, просто пока она у вас есть. Пока она на вас надета. Предметы будут потихоньку чиниться. Триник много. У всех свои бафы. Здесь понятно. Имерсив патреллум. Это аддон для инжиниринг. Насколько я помню. Крейт биг канонс. Это аддон для креи. Это, понятное дело, добавляет пушки. Андетт. Добавляет много различных зомбей. Сейчас вот. Например, вот таких тварей. Но это именно зомби. Какой же ты стрюмный, блядь. Исчезни. Плиз. Какого хрена? Сейчас же мирный стоит. Короче, этот B29, по-моему, нахер там разбился. Ладно. Погнали. Орб, проб. Это, я так понял, здесь есть технические моды еще. В которые просто лучше не лезть. Потому что можно всякой херни себе настроить. И потом будет плохо. Вот это вот. Критерс энд компаньонс. Добавляет каких-то компаньонов, которые вроде как можно найти в мире. Вроде как их можно приручить. И на этом, собственно говоря, все. Они нужны только для красоты. И можно вот такого харька заспоунить. Или выдру. О, житель. Так. Вот. Теперь будет день. Поехали дальше. Секьюрити крафт. Про него рассказывать тоже я не буду. Потому что мод тоже достаточно старый. Ловушки, камеры, турели. Все, что вашей душе угодно. Защищайтесь, как хотите. Победители не судят. Точно так же. Секьюрити крафт. Аддон для него. Декорация. Лутер. Это мод для мультиплеерной игры. Благодаря нему, вот у вас есть один сундук. Вы, например, играете с другом. Зашли вы в него, например. Одну секунду. Он просто странно нюкает. Зашли вы, например, с ним в сундук. Вот вы видите свой лут. А ваш друг видит свой лут. То есть для каждого, так скажем, человека в этом мире генерируется свой лут в сундуках. Понятное дело, тот лут, который вы в сундук положили, он будет двигать. Это не так работает. Дальше. Зомби экстрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И там еще семь, восемь. Понятное дело. Добавляют различную броню, еду, оружие. Этих всяких монстриков. Медицину. Разное. Ну, здесь, понятно, слитки, руда и так далее. Или какие-то крафтовые предметы, ловушки, по типу колючих заборов всяких. И, ну, баррикады. В общем, какие-то декорации, понятное дело. И просто какие-то инструменты. Не знаю, почему разделили, но здесь все понятно. Оно все генерируется в мире, все можно найти. Некоторые предметы крафтить нельзя, они только ищутся. Здесь, понятное дело. Мобы Алекса. Тоже достаточно старый мод. Ну, не прям, но все-таки. Добавляют много различных агрессивных и не очень животных. Так. Здесь все, я думаю. Ну, если что, гайды и будут. Бэкпаки. Здесь, понятное дело, сделайте свой рюкзак. Можете носить на спине. Можете не носить на спине. Можете его улучшать. Здесь есть различные модификации для рюкзака. Например, помпа опыта. Перекачивает опыт между баком от соответствующего улучшения и игроком. Не знаю, что это за такое. Никогда не крафтил. Крафтил в основном автопечки, которые позволяют прямо в своем рюкзаке все это переплавлять. Можно, например, даже из шахты не выходить. Простые самолеты. Здесь все понятно и просто. Крафтите какой вот вы хотите RGB самолет и летайте на нем. Так, фермер Делайт, фермер Делайт позволит вам стать просто обычным фермером. Но, правда, чтобы, например, все найти, все-таки придется побегать. Потому что добавляет огромное количество еды и, так скажем, различных приколов из этой самой еды. Например, чтобы, ну, иногда надо постараться, чтобы все вот это вот найти и скрафтить. Можете задачи поставить, например, сделать каждое блюдо, которое есть в этом моде. Simple Shops. Это нужно, если вы, например, ну, в основном для сетевой игры. Здесь понятно все. Это магазина. Дальше. Фурнитура опять. Самая разная. Точно так же. Крафтим. Это для покраски. Это пропустим. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Да. Точно так же, как и зомби экстрим. Как бы моды разные, но как бы одни и те же. Тоже добавляет медицину всякую разную. Вот антибиотики всякие. Пейнт киллер. Мне вот самое главное, это можно ли крафтить антибиотики. Точно так же добавляет различных зомби. Сейчас. Что на русском, что ли? Нет. Иначе нельзя крафтить, все ищется. Крафты некоторых предметов отключены. Поэтому, ну, выживайте как хотите. Как говорится, вот эти все бэкпаки. Тоже есть броня. В общем, добавляет гораздо больше, чем зомби экстрим. Но большую часть вы просто не найдете. Потому что, ну, чтобы вообще все найти, нужно, мне кажется, вообще оббегать весь мир. Здесь ладно, понятно. Simple Light позволяет вам различные декоры для освещения делать. Ну, здесь все понятно. Здесь различные блоки. Активируются, это активируется редстоуном. Дальше, квесты. Это я пока пущу. Итем фильтр. Это для создателей, как всегда. Скорее всего. И вот, дальше идет у нас миск, пистол. Ну, вот это пошли как раз-таки моды на оружие. Это разное. Вот пистолеты. СМГ. Это у нас пистолеты-пулеметы. Штурмовые винтовки. Снайперские винтовки. Дробовики. Тяжелое оружие. Патроны. Гранаты. И скины на оружие. Я сам в шоке. В общем, крафтятся они в верстаке. В верстак крафтится вот таким способом. Но, чтобы, сейчас я покажу, все скрафтить. Вообще, чтобы хоть что-то скрафтить, вам будет нужен ствол от револьвера, какие-то компоненты непонятные, стержни. Все это непонятно относится к моду Create или Engineering. Нужно будет изучать и то, и другое. И только потом вы сможете создать, именно создать огнестрельное оружие. Его также можно найти. Надо постараться, но найти можно. А потом уже создаете, например, патроны. Где? Боеприпасы. Для различных, ну, понятное дело, как его? Для различного оружия. Вот. Вроде как. Почему-то не могу найти, на самом деле, где крафтятся все патроны, боеприпасы. Так. Ну, вот, допустим, что у нас? Боеприпас 50-й. Так. 50-й. 50-й. Вот. Оно все крафтится, либо в верстаке. Да, все. Оно все самому делается. Вот. Нам нужен мод будет Create. Латунь, из которой вы будете делать гильзы. Ну, и, понятное дело, заморочиться придется. Ну, как вы хотели? Все, чтобы просто было? Нет. На самом деле, здесь придется прям повыживать, чтобы достигнуть хоть каких-то вообще успехов. Оружия на самом деле много. Я не говорю, что это прям идеальный шутер, но нарисовано все красиво. Все вот эти вот действия, стрельба, также достаточно красиво нарисовали отдачу оружия. Я говорю, звуки тоже достаточно хорошо подобраны. В общем, оружия очень много на свой вкус и цвет, так скажем. Я ему оторвал голову. Ладно. Каждый что-то себе найдет по душе. Дальше. Create. Понятное дело, это уже, так скажем, классика стимпанка. Это новый просто вот глоток воздуха после всех этих индастриал крафтов и прочего-прочего. Потому что такого я еще на самом деле не встречал. Очень много различных механизмов. Механизмов можно каких-то сделать. Вообще, в принципе, точно так же. Если зайти на YouTube и посмотреть, что там люди вытворяют, и лодки, и самолеты, и прочее-прочее дело, то снег пошел. То можно впасть в ступор. Так. Из-за того, что сзади меня океан, там дождь, которая будет сейчас шуметь. Так, Builder's Delight. Здесь все понятно. Точно так же. Фурнитура различная. Это тоже фурнитура для Builder's Delight. Опять Builder's Delight. Комфорт. Добавляет спальные мешки и гамаки. Это если вам вдруг кровати надоели, и вы хотите как-то по-другому оформить. Артефакты. Точно так же, как и треньки. Но данный мод, насколько я помню, появился первым. И плюс здесь есть, так скажем, отсылки на террарию. По типу вот этих вот рукавиц, ботиночек всяких разных. Но есть и какие-то уникальные артефакты. Некоторые надо носить. А некоторые нет. Например, вот есть такая вот штука, как Вечный Стейк. И он делается из долговечной говядины. Ее нельзя израсходовать. Она будет вечно у вас в инвентаре. Ее, правда, еще найти надо. Вот эти треньки, насколько я помню, точно появляются во всяких подземельях. Так, дальше идем. Это... Не будем трогать. Это рабочий мод. First Aid, понятное дело, это мод, который вылечивает вас. Но есть такая проблема. Я вообще сейчас говорю за сами моды. Не за сборку. Почему уже вечер? Изначально First Aid убирает вообще ваше здоровье, вот здесь вот внизу, и оставляет только вот этого зеленого челика. И когда вам, так скажем, отрывают ногу, вы, например, не можете бегать нормально. Вот здесь вот появляется здоровье у каждой конечности. И оно уже лечится вот этими бинтами, пластырями и всем-всем-всем. Но я так понял, эту возможность отключили или совместили? Я еще не проверял. То есть я говорю за моды сейчас, не за сборку. Как оно все вместе работает, я еще не знаю. Я не проверял, честно скажу. Но вот решил, увидел, решил сразу поделиться. Так, продолжаем. Immersive Posts, это тоже для вот какие-то заборчики. Я так понял, для рабочих, ну, рабочих, так скажем, моды. Эта категория будет рабочих модов. This Rocks, это добавлять всякие камешки-палочки, шишечки и прочее. Просто по лесу, там будете ходить, находить всякие декорации такие. Точно так же фурнитуры. Просто вам хватит, я не знаю, на год вперед, чтобы обустроить свой дом. Здесь уже пошел Immersive Engineering. Если я правильно их читаю. Он уже тоже в стимпанк, так скажем, ударился. И здесь больше точно так же. Вот револьверы, какие-то распылители непонятные. Здесь в основном медь, провода. Ну, я думаю, суть я описал примерно. Это не Industrial Craft. Это, ну, по моему мнению, кое-что получше. Это аддон для креата. Здесь есть всякие... Что это? Это огнемет, я так понял. Дрель какая-то. Дальше у нас идет Mutation Craft. Mutation Craft это что-то типа паразитов с Кейпен Ран. Потому что вдохновлялся создатель именно этим модом. Но, как по мне, у него получилось немножко получше. Здесь есть точно так же всякие разные... Всякие разные тварины. Ой-ой-ой. Вот я, кстати, залез в шипы и получил кровотечение. Всякие разные тварины. И изначально вы в мире появляетесь. И у вас... Ё-моё. Изначально у вас стадия 0 в мире. И будут спавниться только маленькие жучки. Которые будут всех заражать. Точно так же, как и в оригинале. А получается, с течением времени паразиты будут набирать силу. О, у меня бэкап стартнул. Ладно. Паразиты будут набирать силу. И будут потом появляться уже. Изначально вы их не встретите. Есть боссы. Есть какие-то типа NPC. Я так и не понял. Они против этих самых паразитов выступают. Правда, они гораздо слабее. И чаще всего умирают. Есть боссы. Есть различные предметы. Из этих, так скажем, боссов. Да и в принципе из обычных монстров. Вот различные запчасти тела. Огнемет, который выпадает из человека. И есть оружие. Которое, я так понял, крафтится при помощи каких-то частей вот этих самых. Или выпадает из боссов. За это я не скажу сейчас. Да. Вроде рассказываю, а вроде нет. Это аддон для креата. Добавляет кучу всяких новых ништяков. Так скажем. Еще один аддон для креата. Я так понял, это связано с железнодорожной. Да, это железнодорожные пути. Железная дорога. Все вот это вот. Здесь у нас точно так же креат аддон. Моб. Ой. Биомс о пленте мод. Который добавляет кучу различных модов. Опять пошел дождь. Прям вот охота им. Есть. Сирен Сизанс. В идеале этот мод меняет нам сезоны года. То есть здесь есть смена сезонов. Я не знаю, отключена эта возможность или нет. Но вот допустим, вы в каком-то лесу. И сейчас лето. Там будет потом весна. Вот точнее осень. Потом зима. Потом весна. И вот так вот это все будет чередоваться. И оно будет не просто чередоваться. А в обычном лесу будет снег, например, выпадать. Или ства желтеть. Или наоборот зеленеть. В зависимости от того, какой сейчас сезон года. Это я говорю именно за оригинальный мод. Потому что, чтобы как минимум дожить до смены сезона года. Там, по-моему, 30 дней надо что ли подождать. Игровых именно. Это жажда. Да, там появилась новая полосочка жажды. Теперь придется постоянно пить. И еще и очищать воду. Иначе вы просто обостретесь и умрете от обезвоживания. Довольно страшная смерть. Прямо на туалете. Ну да ладно. Пайпс. Это трубы. Если вам нужно что-то перегонять. Есть газовые, энергетические жидкости и предметы. Cold Sweet. Это мод на, так скажем, погоду. Что там за хрень? А, все тоже прыгает. У вас здесь. Вот появляется. Внизу такая голова скелета. Которая в данный момент показывает ноль. Это температура. И она будет или расти, или падать. В зависимости от того, в каком биоме вы сейчас находитесь. Здесь можно, что это было, можно либо согреваться с помощью одежды, которая делается здесь. Она крафтится, да. Вот ее можно скрафтить. Или же, например, охлаждаться при помощи ведра воды, если вы где-то в жарком биоме. Или же наоборот, при помощи костра греться. Если вы же где-то в тайге или в тундре. Точно так же, вот различные здесь есть предметы. Термометр. Вот это вот все находится где-то. Где-то в мире находится. Из этого все крафтится. Можно сделать бурдюк, в котором можно хранить воду. Это аддон для креета, я так понял. Потому что здесь только декоративные блоки. Точно так же декоративные блоки для креета. Здесь снова аддон. Очень много аддонов, на самом деле. И вот это тоже добавляет просто сталь, какую-то броню, базовые инструменты. Ну, в общем, просто ассортимент добавляет. Точно так же. Все по декорациям. По декорациям. По декорациям. Вот это фурнитура уже. Это что-то другое. Это всякие лампы настольные. Вот есть мод на машины. Правда, он вообще называется Cryfish Car Mod. Но он здесь почему-то разделен на Car, машины и Car Parts. Собчасти и машина. Нужно будет из вот этих вот Car Workshop и Car Workshop Parts сделать специальный верстак, на котором вы сможете скрафтить свою машину. Или же найти, например, ее где-то в мире. Потому что крафт здесь, так скажем, довольно затруднен. В отличие от оригинального мода. Потому что он требует теперь того, что вы изучите мод Create. В общем, вот такой вот. Вот такой вот крафт. Только для одной, так скажем, каркаса машины. Для одного каркаса машины. Ну, а кто говорит, что будет легко? Easy Villagers. Мод, который позволяет вам выращивать своих жителей. Например, если вы не хотите найти, ну, искать не хотите деревню. Или, например, если вам просто хочется на базе где-то сделать своих жителей, которые будут с вами торговать. Можно им будет делать профессии. И так далее, так далее. И вот здесь уже подходим к концу. Storage Drawers. Он добавляет просто вот такие декоративные блоки, на которых можно хранить предметы. Понятно. This is a craft. Это уже база, так скажем, этого мода. Здесь все то же самое, что и в моде. Здесь вот патроны. Какие-то запчасти. Ну, понятно. Различные предметы. Так вот. Про что я еще не сказал. Самое главное. Как я говорил. Если вдруг вы не знакомы с каким-то модом. Здесь вмонтирован гайд. Книга квестов. Она дается в самом начале. А, это мои звуки, пока я двигаюсь, видимо. Вмонтирован в самом начале. Так, вот главное. Изначально вот у вас открыта вот эта вот глава. Здесь все на русском. Допустим, вот выбираем любую главу. Ikea 101. Я хочу строить мебель. По желанию. Типа, хотим строить мебель. Пожалуйста. Нажимаем сюда. Задача. Если галочка, то ничего не надо. Просто прочитать. Вы отмечаете, что вы молодец. Здесь есть краткое описание. Награда. Вот. Гайд по вот этому моду. Здесь, ну, он не на русском, но здесь и не нужно. На русском, потому что здесь банально по картинкам вы смотрите, что вы хотите. Вот туалеты, какие-то печки непонятные. Вот. Есть рецепты для печек. Ну, это как и обычные. Не знаю, зачем их добавили, на самом деле. Например, хотите там, вот в инженерию, хотим строить машины. Пожалуйста. Получили. Отметились. Третий раз. Третий раз выключили долбанный дождь. Третий раз выключили долбанный дождь. Заходим сюда. Я уже заходил тут немножко. Смотрим. Простые машины. Например, вот сортировщик. Ага. Понятно. Сделали. Здесь есть... Ой. Не туда. Где? Вот конструкция. Воздушный шар какой-то, например. Вот так вот делается. Написан. Для чего это? Все. Как? Что за звуки непонятные? Наверное, зомби появляются просто и исчезают из-за того, что мирный режим включен. В общем, если вы что-то хотите, вы нажали, прочитали, вам объяснят, разжуют и поцелуют. Даже, скорее всего. Так вот. Это не все. Теперь мы переходим сюда и просто офигеваем. У нас есть здесь главы. Так скажем, некий сюжет, который добавили сами эти люди. Вы заходите сюда. Задача это вступление. Читаете, получаете награду. Открываете новые задания. Допустим, сделайте 4 золотых яблока. Как только вы его сделаете. Сейчас я так сделаю. Раз, два, три, четыре, пять. Открутится еще 5 новых квестов. Вот. Делайте 4 золотых яблока. Получаете в награду еще 4 яблока. И опыт. Понятное дело. Все вот это вот изучаете. И получаете какие-то ништяки. То есть, вот так вот. Я, кстати, отметил, что третий день я выжил. Вот так вот можно самому, не знаю, роллплейить, если у вас друзей нету, как, например, у меня. Боссы. Здесь есть боссы. Понятное дело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, шесть стадий. Шесть квестов. Шесть наград. Уничтожьте Human Herder. Например. Иногда встречается в мега-тауэрах. То есть, в больших зданиях каких-то иногда можно встретить. Иногда можно встретить на улицах. 15к блоков. Эти мобы, монстры и усиленные версии появляются только после того, как вы от спавна уйдете на 10, а то и 15 тысяч блоков. Потому что данная сборка рассчитана на то, что вы не будете сидеть в яме, как последние бомжара, а будете исследовать данный мир. Потому что здесь везде, как же меня эта хрена напрягает. Здесь везде есть свои приколы. Дальше. Идем. Профессии жителей. Пожалуйста. Здоровье и вода. Все. Вообще температура, броня, холодное оружие. Горячее оружие. Здесь все подробно есть. Все подробно описано. Ловушки. Обработка материалов. Сталь. Генерация энергии. Продвинутые материалы. Боеприпасы. Как все вообще из говна и палок, из лавы и источника воды. Создать самые продвинутые боеприпасы, так скажем. Транспорт. Пожалуйста. Никто не запрещает. Чем хочешь, тем и занимайся. Так. Еще. В этом мире нету ада. И в этом мире нету энда. Все вот эти вот материалы, которые вообще находятся в данных мирах. Они находятся в этом мире, в различных вообще данжах. И сейчас найду. В различных данжах. И просто вообще в сундуках есть вот такой вот компас природы. Так. Нет. Нужен второй еще компас. Их два. Я оба покажу. Компас исследователя позволяет вам. Вот вы хотите, например, найти какое-то подземелье. Вот скелетон данжон какой-то. Я не знаю. Вы нажимаете довольно близко. 330 блоков. Я пока долечу до него. Скелетон данжон. То есть, например, вы нажимаете на него. Он ищет эти координаты, так скажем. И вам их показывает. Куда-то вот туда вот лететь надо. А компас природы это то же самое. Но вместо данжей вы теперь ищите необходимые вам биомы. Так. Я почти долетел. Ого. Какой-то командный блок. Зачем здесь командный блок. Я не знаю, честно говоря. Но не буду его трогать. Потому что данные вещи ломают игру нахрен полностью. Так. В какой он стороне. Не могу понять немного. Так. Вот. 90 блоков. Еще туда надо. Да. Вот. Здесь внизу есть какой-то... Я не знаю, это оно или нет на самом деле. Могу просто перепутать. А, нет. Конечно, я перепутал, как всегда. Вот какой-то. I'm bound to pick and... Вот. Ворвитесь в крепость мертвых. Так. Ночное зрение. Я хочу посмотреть, что здесь есть. То есть, есть много не только на поверхности, но и под землей. Понятное дело. Возможно, здесь должен был быть босс. Но из-за того, что у меня мирная сложность, оно не заспавнилось. В общем. Здесь будут в основном только скелеты. Книжки какие-то непонятные. Зачарования. Так скажем, редстоун. Ну, все, как и в обычном Майнкрафте. Ищите. Как-то бегает. Я не вижу его. Ищите и наслаждайтесь лутом. Все, вы прекрасны. Примерный лут я вот показал в сундуках. Это именно вот в таких данжах. Ну, что я скажу? Скажу. Что я могу сказать еще? Здесь есть вот мод на паркур, как я уже говорил. Позволяет вам делать вот такие вот всякие. Так. Из-за того, что у меня креатив. Позволяет вам бегать по стенам. Но, если у вас закончится стамина, вам, скорее всего, отгрузят жопу. И у вас съедят. Так. Наборы ресурсов. Все должно быть включено. Если вы играете вместе, можно включить и это. Это для совместной игры. Она у меня выключена. Настройки графики. Здесь вроде как даже есть вот шейдеры. И здесь два. Мне нравится Insanity. Например, вот. Ну, мне кажется, у меня сейчас ком сгидит. Да нет, более-менее. Данные шейдеры, они, так скажем, превратят ваш Майнкрафт в какую-то помесь между Silent Hill и Seven Days to Die. Сейчас я выберусь на поверхность и вам покажу. Потому что все как раз-таки, так скажем, как должно быть при зомби-апокалипсисе. Вот. Все такое вот серое. Неприятное. Мрачное. Ну, то есть, довольно красиво нарисованы они. Но, понятно говорю, понятно, точнее дело, здесь уже будет нужен более требовательно, точнее, более мощный компьютер. Потому что, понятно дело, все это требовательно. Вот здесь можно, вот, блоки из Amersive Engineering. То есть, можно найти блоки. Монстров будет очень много. И, я говорю, с самого начала у вас из оружия будет лишь кулак. И то, я вам не советую вообще лезть в города. Да, монстров очень много. В каждом здании есть спавнер. В некоторых зданиях еще и увеличено, так скажем, число зомбей, которые могут появиться. И, ну, довольно опасно лезть вот так вот. Просто, понятно, без огнестрельного оружия хотя бы. Ну, если вы захотите, я говорю, можно еще накатить дополнительного мод, который позволяет всем зомби, ну, как всем, в основном ванильным, разрушать блоки и просто лезть к вам и мешать вам играть. Довольно интересная вообще мод. Так, по поводу оригинальных зомби. Оригинальные зомби, они почему-то не ищутся в поиске. Они теперь выглядят вот так вот. Здесь есть ТЗП, текстурпак и фреш анимейшн, понятное дело. Они бегают по-другому, вообще двигаются и выглядят. Как бы те же зомби, но не те же. Вот. Календарь можно, кстати, найти в домах. Ну, что я скажу еще. Я вроде бы все сказал насчет этого мода. Точнее, текстурпака. Нет. Точнее, насчет вообще сборки. Хочу сказать, что я такое еще не видел, потому что все в основном завязано всегда на каком-нибудь зомби экстрим или апокалипс нау. И на этом все сказано. А здесь просто пару человек, пару друзей переделали нахрен полностью Lost Cities, перекопали все вот эти вот сборки и сделали что-то новое. То есть, здесь помесь между стимпанком и зомби апокалипсом. И, ну, как по мне, так это пока что самое лучшее, что я видел. Вы получили очко навыка. Кстати, я вспомнил. Не сказал самую главную вещь еще. Здесь есть прогрессия. Точнее, прокачка. Есть бой, защита, шахтер и спортсмен. Спортсмен у каждого есть шкала опыта. Так вот. Понятное дело, бой. Здесь все можно еще прочитать. Получаются очки навыков, когда убиваете зомби. Вот здесь, когда... Чего? Едя различные виды еды. Здесь просто копаясь в шахте. А здесь просто спортсмен передвигаясь. Вот у меня есть очко навыка. Я вот, например, захотел и вот вкачал. Да, надо сначала самое главное вкачать. И все. Плюс 5 скорости движения. То есть я буду быстрее бегать. И вот так вот можно прокачивать свои умения. На самом деле, довольно интересное вообще решение. Ну что ж. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok